Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Дракон и Всадники Олуха. Так, сезонный абонемент, давай-ка мы с тобой заберем наградочку. Так, и давай-ка откроем паки, по-баренькому. Так, первый у нас идет бесплатный, монеты Удина. Так, и начиночка, шторморез, громель, кревет, ну и ресурсы. Кто-то, кстати, мне говорил, Рэй, почему ты не купишь за монеты золотой пак? Ну-ка, давай-ка посмотрим, что это за золотой пак такой, где он вообще находится у нас. Ага, вот он, да? 620, кстати, а почему действительно мы его не купили? Давай-ка сделаем, а? У нас как раз с тобой хватает монет. Так, тут больше ничего такого интересного нету? Нету. Ну что, друзья мои, давайте рискнем. Хух, была не была. А вдруг нам повезет. Золотой набор. Поехали. Так, железо. Ракушка. Опять ракушка. Так, что-то мне такое впечатление, что этот есть у нас. Блин. Приливный планер. Ну, он есть, друзья, у меня. Есть, и мне обидно. Ну, попытка не пытка. Как ты видишь, уже в наличии есть, поэтому я его отпускаю. И дает он нам 5 миллионов рыбы. Ну что же, было зато интригующе, да? Так, давай посмотрим, что нам Беззубик принес. Два копья, отлично. О, еще копье. Слушай, ну неплохо. Три копья. Так, в следующий раз мы его опять отправим. Водорез. Он у меня получает 93 уровень. Следующая прокачка у него, как ты видишь, 80 миллионов требует. Это дофигища. Так, давай-ка этого отправим. Дальше у нас кто здесь идет? Тебя за дровами. Так, костолом у меня, ребята, получает 95 уровень. Ну, и как ты видишь, 99 миллионов нужно рыбы, чтобы его дальше прокачивать. То есть, нам нужно сейчас сделать акцент на рыбу. Как ты видишь, ветрокрыл не может у нас лететь за железом, потому что железо фул. И это мало того, что фул. У меня еще и на складе есть 21 железо. А вот так вот. Я даже не помню, откуда я столько получил. По-моему, это какой-то был новогодний подарок. Или я что-то открыл. Не помню, ребят. Не буду врать. Так, отказываемся здесь от выгодного предложения. И здесь мы тоже с тобой отказываемся от выгодного предложения. Так-с, тут выводится. Ага, здесь у нас 12 миллионов рыбы, 7 миллионов древесины, 48 миллионов рыбы. Боеволорд, 17 миллионов рыбы. Так, модификрылка у меня уже на месте? На месте. Блин, может быть, нам ее прокачать? Дорого стоит. По прокачке дорого стоит. Так, а этот у меня что, на задании, что ли, до сих пор? Точно на задании. Ворчун на задании. Так, этого отправляем дальше на поиски. Так, секундочку. А эти что у меня? Один вернулся. Блин, все рыбацкие хижины уже заняты. Ну-ка. Грибы и, опять же, тусклый янтарь. Ну, вроде бы как все, да, походу? А, нет. Вот здесь вот древесину. Почему 2 миллиона? Почему так мало? Так, слушай, у нас громобой тоже хочет прокачаться до 90-го уровня, кстати. А я даже прямо не знаю, что и делать. Слушай, ну давай, мы уж начали прокачивать. Кто у нас там? Костолом, да? Костолом 99. Блин, дофигища, конечно, ему надо. Так, ладно, вернись. Что, только раз и все, что ли? Да, дорого же. Они просят. Так, этого за древесиной. Барсик нам приносит. Что он нам принесет? Руны. Окей. Так, дальше. Другие лагеря. Пускай летит. Здесь у нас древесина. И громгильда нам приносит... Чего сейчас она нам выдаст? 16 шестеренок. Окей. Отправляем дальше. Куда? Быстро. Угу. Ладно. Так, у нас тут еще задание какое-то с тобой есть. От нашего беззубика. Так, беззубик. Надо тебя тоже, видимо, наверное, отправить на задание. Здесь забираемся в блестящий янтарь. На обмен что-нибудь есть у нас? Есть. Окей. Так, что же у нас здесь? Что-то нас поглотила рутина, приятель. Давай смоемся отсюда. Пока еще можно. Урау. Только ты и я, приятель. Завершите приключения Икинга и беззубика. 10. 10. 10 раз, что ли? Нет, беззубик. Давай-ка мы пок... Лачуга викингов. Что нужно? А, великая кузня нужна. Ну, конечно же. Так, мы с тобой сделаем не то, а знаешь что? Да, блин, подожди. Вот. Блин, я же хотел его прокачать. Совсем забыл. Водорезом хотели прокачать. Твою ж налево. Ладно. Так, беззубик, а ты у меня полетишь, наверное, дальше искать копья, скорее всего. Давай мы, наверное, тебя отправим на остров Огнеедов. Все, пускай летит. А мы с тобой здесь заберем награды. Так, первый пошел. Второй. Нам не хватит, да? Чуть-чуть. Жаль, конечно, немножко не хватает. Ладно, ничего страшного. Ну что, друзья. Сегодня будем допроходить события. Хотя вряд ли допроходить. Скорее всего, продолжать проходить. Потому что нам... Блин, у нас и паков-то больше нету. Сейчас посмотрим. Так, ну что? Раз, два, три. Четыре, пять. Да, нам еще придется здесь два раза, ребят, повоевать. Потому что за сегодня мы и не сможем пройти. Пять энергий нам не хватит. Это мало. Ну что, тогда, наверное, я думаю, завтра мы доделаем, да? Потому что завтра у меня выходной. И как бы мы можем себе позволить поиграть. Ну, а пока у нас... Кто это у нас? Душитель. Давай-ка мы вот так вначале. Зачем надо было броню снижать ему? Ладно, ничего страшного. Давай, душитель, что-нибудь делай там уже. Конечно же, понижает броню. Две волны всего лишь, и это хорошо. Оу-оу-оу. Так, а вот это хорошо и в то же время плохо. Потому что, ну, офигеть, тут кого дали, а? Тут самых топовых подкинули, прикинь. Самых топовых драконов. Ай, не добил. Что ж ты так? Ну, что ты там фыркаешь? Блин, неужели барсика хотят мне, да? Ай, барсик, держись, родной. Я даже не знаю, как тебе помочь. Как тебе помочь? Может быть так, если только... Плюс хильнуться. И, боюсь, это мне не поможет. Ладно, пускай барсику уничтожают. Все равно это последняя волна. Так что мы можем тебе это позволить. Ох, ничего. Ничего, Змен влупил. Ты посмотри, что он сделал. Ёк-макарёк, ребята. Это что за фокусы? Вот это он вмазал. Вот это он дал. Ты прикинь, мне даже пришлось здесь потратить грушу. Вот это креветик звезданул. Мало не показалось. Ну что, давай крутанем с тобой барабаны и посмотрим, что он нам здесь выводит. Ох ты. 175 миллионов рыбы. Вот это, вот это хорошо. Вот это мне нравится, потому что рыба нам нужна. Ну что, мы переходим на следующий поединок, после которого мы заберем с тобой ареновский пак, который содержит новичков. Ну, то есть это самый обычный. Так, сколько у нас здесь волн? Наверное, две или три. Две. Так, ну что. Лаварыга мы пока трогать не будем. Он не опасен. А вот громобоя, какой-то причём громобой здесь... Странный. Я такого ещё не видел, если честно. Он очень отличается от основных, которых мы с тобой видели. У этого шипы... И вообще он как-то выглядит неинтересно. Ты посмотри внимательно. Хм. Интересный экземпляр. Такого я не видел. Это, видимо, какой-то новый вид? Или новый вид прокачки? Даже не могу тебе сказать точно. Так, ну что, лаварыг. Мы сейчас будем с тобой разбираться. Ты уж извини, толстопузик, но... Надо тебя быстренько тут ушатать. Красиво. Так, что у нас тут? Кривет. Шторморез. И тройной удар. Так, я начну, естественно, с кривета. Хватит уже, надерпелись. Кто-то спрашивал из подписчиков у меня. Рэй, а почему у тебя викинги есть, а у нас нет? И он спрашивает, это только версия на ПК? Ребята, эта версия такая же, как и у всех. На мобильных устройств. Просто я играю на эмуляторе. И всё. Поэтому викинги не только у меня. А вот вылет только у меня. Друзья, это уже какая-то закономерность, что надо хотя бы раз, но вылететь из игры. Честно говоря, очень сильно меня это расстраивает. Чем? Тем, что мы с тобой тратим энергию, ребята. Энергию. У меня и так её не очень много. И времени мало, чтобы пройти события. Так они мне ещё вот эти вот вылиты делают из игры. Не знаю, с чем это связано. Но факт в том, что мы с тобой волну эту не прошли, а энергию одну потеряли. И теперь мне, чтобы, как тебе сказать, сделать пять пяников, придётся покупать. За свои личные руны. Ладно, придётся сделать. Ну, а куда деваться? Я, конечно, это сделаю, если у нас больше вылетов не будет. А если ещё вылетит игра, то уж извините тогда. Почему они вот эти вот баги не пофиксят, а? Ребят, напишите, кстати, в комментах, это только у меня игра вылетает? Или у вас тоже? Вот прям во время боёв. Мне почему-то кажется, что это из-за эмуляторов. Именно из-за них вылетает. Так, ну что, начинаем опять же с кревета. Так, здесь, наверное, сделаем вот так вот. Окей. Ну. Так, понял я тебя. Так, кревет не жилец. Барсик фас. Разберись-ка с ним. Молодец. Так, здесь мы, наверное, с тобой берём тройной удар. В разработку всё. Барсик у крышки. Ты гляди-ка. Барсик выжил. Барсик каким-то чудом выжил. И он красавчик. Вытерпел, так сказать. На миллиметре, ребята, от смерти. Но здесь, к сожалению, его уже добили. Но это не важно. Потому что... Штормореза мы с тобой тоже уничтожаем. Всё. Нормуль. Крутим очередное наше колесо. Выпадает нам с тобой опять 175 миллионов рыбы. Ху-ху. Круто. Ну и забираем, естественно, пак. Забираем с тобой пак. Открывается он, по-моему, сразу же. Шторморез. Костолом. Кривет. И всё. Поехали дальше. 75 рун мы с тобой сегодня заберём. Ага. Ага. Значит, у нас здесь пристеголовый плюс громорок. Сейчас мы с тобой быстренько разберём вначале этого. Хе. Громорок промахнулся. Так ему и надо. Ну что, влупим? Ай-яй-яй. Не добил. В ответочку огоньком нам запульнули. Вот он начинает, а? Вытворять фокусы. Надо лечить. Залечим раны. Ударим. Стерпим ещё удар от него один. И потом уже в конце размажем. Поехали. Укусик. И барсик мой. На добивке. Всё, ребят. Вторая волна. Здесь у нас змеевик. Громль. Давай-ка начнём со змеевика, потому что он очень быстро разбирается, я смотрю. Так, тихо нам. Да, нам надо хильнуться. Это не страшно. Ну-ка. Молодец, Кривоклык. Красавчик. Так, Громелька. Что ты там выпендриваешься, я не пойму. Шикарно. Всё-таки хотят мне, но у них ничего не получится. Не получится у них уничтожить моего Кривоклыка. Бинго. Как всегда, колесо. Забираем с тобой рыбу. Ну, сегодня, друзья мои, рыбный день. Ну, по-другому не назвать. И это круто. Это очень круто. И, кстати, мы с тобой доходим до мини-босика, после которого у нас будут роны. 75 штук. Ну, мы их с тобой быстренько сплавим. Ты спросишь, куда? Естественно, на ещё одну попытку, которая вот у нас была сфейлена. Опять же, не по нашей вине. Так, ну здесь команда такая противненькая, я тебе скажу. Я, наверное, начну вот с этого охламончика. Мне кажется, надо его, в первую очередь, ушатывать. Хоть тут и громобой есть, да? И этот, это ничего страшного. Всё. Теперь берёмся за громобоя. Поехали. А потом уже и громорога. Да, так будет намного лучше и справедливее. Что ж ты делаешь-то, а? Так, барсик, добей ему. Нормально. Так, теперь хиляемся. Здоровье, конечно, не пол, всё восстановили, но что-то... Это ерунда. Атака, конечно, будет маленькая, но ничего страшного. И добивка. Переходим на вторую волну, где нас поджидает... Ох ты. Скалотряс. Так, подожди, дай подумать. Конечно, хотелось бы вот этого уничтожить в первую очередь, разобрать. Но начну я, наверное, всё-таки со скалотряса. У него двойная атака. Ну-ка. Да что ж ты будешь делать? Так, раз, два. Блин. Всё, потеряли мы с тобой кривоклыка, по-моему. Это добьёт. Вот она. Невезуха, как говорится. Так, что мы с тобой можем сделать? Давай, наверное, вот так вот. Блин, они же сейчас будут своими суперударами нас бомбить, скорее всего. Да-да-да-да-да. Этот же броню понизит. Ух, хорошо, что только на него. Да что ты сделал-то, господи? Зачем ты мне эту скорость повысил? Блин. От неё нам ни холодно, ни жарко будет. Вот поверь мне. Хе. Ну, слава богу. Хотя бы так. Слушай, давай-ка, наверное, просто укусим. Нам нужно с тобой сейчас, если мы выживем, нам нужно будет с тобой, естественно, захиляться. Потому что суперудар от него будет, поверь мне. Вот он. Он ещё и... Он ещё и тишину на нас вешает, прикинь? Сайленс. То есть мы с тобой не могли ничего кастовать. Фух. Ну, благо, всё-таки мы здесь победили. Крутим очередное колесо. Выпадает нам с собой опять рыба. Ребят, сегодня действительно рыбный день. Это круто, конечно. Рыба, это хорошо. Ну что, забираем 75 рун. И сразу же мне придётся, к сожалению, их слить. Так, давай. Очередная попытка у нас требует сколько? 65. Вперёд. И с песней. Поехали. В следующей серии нам придётся просто всего лишь 5 боёв сыграть. Мне опять кажется, что не обойдётся там без вылетов. И, скорее всего, придётся нам там тоже потратиться. Ну, об этом потом, ребят. Сейчас у нас совсем другие дела. Как ты видишь, у нас Престеголовый, Громорок и Громобой. И все, как обычно, начинают нападать. Ну, как обычно, они вообще-то нападают у нас на Барсика. Но здесь почему-то все начинают нападать на моего Кривоклыка. И, по-моему, сейчас они его уничтожат. Или же нет. Так, подожди, подожди, подожди. Куда ты? Вот это вот. Хух. Блин, суперудар сейчас будет. Громобой не упустит такой момент. Да ладно. Это фигня, на самом деле, что он там сделал. Это так, щекоточки были. Мы ещё даже с тобой успели восстановить здоровье. Шикарно. Так, ну что, Громорок, что-то там бомбишь просто, да? Насколько помню, он может на себя повесить щиты. Но он, скорее всего, не успеет. Так, переходим на цару волну и смотрим, что у нас здесь. Два душителя. Два душителя. Вы серьёзно? Они могут сейчас такую тут. Ну вот, начинается, короче, ребят. Они могут вешать... Аааа, секундочку. Они понижают атаку. Я думал, у них будет понижение брони. Скорее всего, один из них кто-то понижает броню. Раз этот понижает атаку. Сейчас глянем. Ничего мы пока не глянем. Гипноз опять поставил, а? Ладно, вырубаем. Сюда бомбим. Что будешь делать? Ну зачем ты? Надо было сюда бомбануть, а? Кривоклык, ну... Ну и не серьёзно ты подходишь к нашему делу. К общему причём. Да чтоб тебя. Так, хиляемся. И бомбим. Так, даже не думай тут что-то делать. Крякать. Раз, два. Так, понижаем ему броню. И добили. Отлично. Великолепно. И... А вот тут уже древесинка выпадает. Окей. Окей. Ну что, ребята, неплохо. Повоевали, как по мне. Самое главное, что мы с тобой набрали очень много рыбы. А раз есть у нас рыба, значит, кто-то будет прокачиваться. А кто? Конечно же. Ну что, Костоломчик, давай-ка мы тебя вернём. Раз, два, три. Шикарно. Ну, придётся тратить. Буквально, ребята, одного миллиона не хватает рыбы. Рыбы. Блин, я даже не знаю. Где мне взять... Во. Там сразу 20 миллионов мы с тобой набрали рыбы. Так что, Костоломчик, у меня ещё получше. Маленькую прокачку. Вот так-то. Слушай, куда мне можно потратить... Тихо. Хоу. Парнишка-то тоже уровень. Ё-моё. Его можно прокачивать и прокачивать, но опять же уже рыбы нет, к сожалению. Так, что я хотел сделать? Блин, отвлёкся тут немножко. Отвлёкся и забыл, что я хотел сделать. Так, ладно, давай посмотрим с тобой, что у нас тут. А, тут ещё рыбы, 113 миллионов. Хоу. Живём, господа. Так. Чё, ему прокач... Нет, зачем мы будем прокачивать здесь у нас? Вернись, я всё прощу. Так. Ну что, друзья. Остаётся совсем немножко. Это будет 97 уровень. Там как-нибудь, скрипя зубами, наберём ещё 3 уровня. И будет ещё один у нас дракон сотого левла. А сколько нам вообще нужно драконов? Так, это будет седьмой, восьмой. Блин, там ещё 4 дракона. Ладно. Я думаю, в скором времени у нас появятся эти 12 драконов сотого уровня. Так, ну что, мы с тобой здесь забираем. 250 и як много. А у нас не хватает случайно на покупку на сезонном рынке? 750 нужно. Вот так вот. Не хватает, короче. Пока. Так, отправьте беззубик и спасите драконьи яйца. Так, тут обмен. Получите нюхохвату. Добывать древесину. Блин. Это задание висит уже, я не знаю, сколько у нас. Я всего не делаю. Так, ну что, ребята. Идём, наверное, с вами всё-таки на аренку. Надо немножечко нам набить паков. Ну, как-то уже несерьёзно это получается. Арена просто простаивает. Так, ну... Ох ты. Громорок. Ладно, мы начнём с парящего прихвостня. Это по-любасику надо именно его расчехлить. Потому что у него массовая атака. Огни плюй. Нет. Я не могу позволить, чтобы он оставался здесь. И буянил. Ловарык мне не страшен. Громорок, в принципе, тоже не страшен. Ну, здесь он так будет дальше чудить. Он уже будет очень страшен. Но, по-моему, мы потеряем сейчас барсика. Так точно. Ох. Да как так-то? Я думал... Да что ж ты будешь делать-то, а? Мы не добиваем. Буквально микрончики, понимаешь? Миллиметрики не хватает, чтобы добить. Ладно. Давай-ка вот сюда вот шмальнём разок. Ну, это не страшно. Пускай он тут уже бафает. Хоть забафается. Ловарык ничего нам не сделает. Ну, будет атаковать, конечно, да. Но мы с тобой его... Хоба! Мы с него сняли броню, это раз. Мы ему сделали укус. Он сейчас может щиты на себя повесить. Он ничего не стал делать. Тогда нам даже лучше и спокойнее. Сейчас разберём. Сейчас щиты повесит. А, нет, он химнулся. Ну, это тебе не поможет, парень. Как-то так. Ну-ка, что у нас тут? Криво-клык, я смотрю, есть. А, дымодышащий. Я, наверное, с него начну всё-таки. Так, кусаем, бомбим. И сейчас попробуем ещё броню ему тут понизить. Ну. Начинает... Ага, просто укусил. Давай без бафов. Ну, барсик, ну, господи, ну. Короче, делаем так. Атакую сюда. Выживет у меня барсик после. Выживет. Отлично. Тогда мы вот так вот с собой сделаем. Шикарно. Я думаю, что очень даже шикарно. И теперь я всё-таки, наверное... Давай сюда. Давай сюда. Да, также укусик. И добивка. Ну, и остаётся у нас кривоклык. Сейчас мы с тобой... Ага. И добиваем. Отличненько. Ага. Здесь у нас... Спасибо, ребят, за подсказки. Это, оказывается, у нас ребёнок. Между дневной фурией и ночной фурией. Да, это их никак, в принципе. Малыш. Так, секундочку. Давай сюда бомбанём. Укусик. Ну, что ты будешь делать, а? Тройный удар. Ох ты, как сильно бомбанул-то, а? Уф. А чё... А чё это вот так? Быстро-быстро, однако. Я даже не знаю. Давай, наверное, вот так вот сделаем всё-таки. Если он сейчас... Ааа. Блин, это сейчас двойная атака. Офигеть, он плюётся, блин. Ты посмотри. Ты видел, что он делает? Так, давай я, наверное... Подожди. Ну, да, наверное, так сделаем, да? Ну, всё равно барсика я потеряю, скорее всего. Так и есть. Добьёшь ты своего дружка? Да какой там добьёшь? Ох, вот так вот будет лучше. Так, ну что, он зелёный, ребята, он страж. По идее... По идее нам надо делать вот так вот. Там у нас как получается? Зелёный по красным... Ну, у него 17-й уровень, хотя у нас тоже 17-й уровень. У него обязательно два плевка получается. Сейчас плюнет. У-у-у-у. Я думал, что будет намного больше наносить урона. Тогда ему крышка, естественно. Ааа, подожди секунду. Он же может выйти на ничью. Да, ребята, он выходит на ничью. К сожалению. Он ещё и захилялся. Ну что ж, ничего не поделаешь. Ну, вот такая вот команда против нас выступает сегодня. Пристеголовый. Так, я даже не знаю, наверное, вот с этого всё-таки начну. С буяна. Погнали. Это сейчас фаерболт свой. Ох, ё-моё, не такой... Нет, не фаерболт, ребят. Это целый поджог нашей команды был. Барсик уже достанется. Ну, конечно же. Так, секундочку. Я, наверное, буду так делать. Раз, два. Ааа, это не мой ходит. Ё-моё. Вот это я просто волосился. Блин. Ну что, вот приходится так делать. Сейчас опять поджарят нас по ходу дела. Уничтожить, нет? Как думаешь? Пока нет. Но боюсь, что следующий вот сейчас вот удар будет. Хотя, подожди, может быть всё-таки как-то у нас тут... А всё равно вариантов нету, да? Нету. Да ты достал, а! С своими поджогами ты уже хорош, может быть? Поехали. Раз. Ну, чё-то там. Да вот фигушки тебе. И добиваем, надеюсь. Вот как-то так. Ну что, друзья. Как видите, мы получили с вами три обычных пака. Один я активирую. Ну и пак вождя, из которого нам выпадает следующее. Шепот смерти. Костолом. Кривет. Громобой. Ловарык. Костолом дикарь. Острокрылый змеевик. Погибель Хоферсона. И тройной удар чемпион. Вот такой вот был набор. Ну, а нам, наверное, можно, в принципе, уже и закругляться. Потому что сделать мы всё равно больше пока ничего не сможем. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры создавал DimaTorzok.